Всем привет! Меня часто спрашивают, какой программой я пользуюсь для редактирования видео. Поэтому в этом выпуске мы поговорим о монтаже видео на телефоне Android. Делают монтаж. Поцелуй, свадьба и бэби. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Пользователи Instagram, Facebook, TikTok редко когда заморачиваются сложным монтажом видео. А у блогеров Ютуба не всегда бывает возможность сесть за компьютер. В этом случае на помощь придет ваш смартфон. Современные гаджеты уже давно конкурируют с профессиональными камерами по качеству съемки. А приложения смартфонов не уступают профессиональным программам. Я в таких случаях использую мобильное приложение InShot. Разрази меня гром, если это ваша штука. Не прочищает мозги лучше, чем виски. Из конкуренции видеоредакторов это я выбрал по следующим причинам. Бесплатные. Основные функции все бесплатные. Да, есть некоторые примочки, но без них вы сможете обойтись. Удобная. Работа в нем интуитивно понятная. Разобраться легко. Функциональная. В нем есть все для видеомонтажа. Обрезка, склейка, скорость, переходы, фильтры, кадрирование, шаблоны сторон, добавление музыки, текста и разные фильтры. Ваше изобретение просто чудо! Не мое изобретение. Пробовал многие видеоредакторы. DJI, Viva Video, видеошоу Movavi, Cain Master. Но всегда возвращался к InShot. Потому что он прост в использовании. Это самый лучший вариант даже для новичков. Перед тем, как перейти к детальному обзору приложения InShot и подробной инструкции монтажа видео. Если вас не затруднит, не будете ли вы столь любезны оказать мне услугу и... Поставь лайк этому видео. Вам же не трудно, а мне приятно. И, конечно же, подпишитесь на наш канал. Так как полезных и интересных видео будет много. Ты что, оглох? А ну, попыта! Сделали. Спасибо. Давайте рассмотрим основные функции программы. Как ею пользоваться и что она умеет. Ой, спать охота. Загружаем и запускаем приложение. Выбираем создать новое. В нашем случае это видео. Нажимаем на кнопку новый плюс. И выбираем видео на телефоне для создания ролика. Кликнув в верхний левый угол квадратика. Здесь можно сразу вырезать кусок из видео, не загружая его полностью в программу. Кликнув на ножницы. Если вы не успеваете создать новое видео за один присест и хотите вернуться к нему позже, нажмите на кнопку назад. И выберите пункт проекта. Он сохранится и при следующем входе в приложение он появится под кнопкой новый плюс. Браво, браво. Прошу вас, продолжайте. Дальше нажимаем на кнопку холст. Выбираем нужное соотношение сторон видео и нажав на пропорции. Здесь у нас представлены все размеры популярных соцсетей. Выбор подтверждаем галочкой. Подгоняем расположение видеоролика на экране. Подтверждаем выбор галочкой. Либо двойной галочкой, чтобы применить ко всем роликам в вашем видео. Прокручиваем менюшку влево. Нажимаем на кнопку задний фон. Выбираем размытие, цвет или градиент. Галочки работают по той же схеме. Кликнув по ролику на временной шкале, выбираем скорость его воспроизведения. Вращаем по оси или слева направо. Нажимаем кнопку обрезать и укорачиваем наш ролик. Сдвигая зеленые кружочки. Также можно вырезать ненужный кусок или расколоть его на два отдельно, открыв соответствующую вкладку. Производим эти процедуры с каждым роликом, пока не получится полный видеоряд. С воспроизведением, думаю, проблем не будет. Нажимаем на кнопку play. Для редактирования переходов между роликами нажимаем на квадратик со слэш. Между роликами на временной шкале. Выбираем из основных, остальные, к сожалению, платные. Хотя, как по мне, там нет таких, которые я хотел бы использовать в своих видео. Нажимаем все те же галочки. Для дополнения аудиодорожки нажимаем на музыку. Выбираем запись на микрофон. Ставить встроенные звуковые эффекты или добавить музыку, песню. Я пользуюсь только загрузкой, вставляя музыку, скачанную с фонотеки YouTube. И добавляя звуковые эффекты, скачанные из интернета. А ну, изобрази что-нибудь. Смотри, композитор. А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. Нажимаем кнопку песни. Выбираем из предложенного приложения музыку рекомендации или звуковые эффекты. Кстати, обратите внимание, здесь можно извлечь аудио из ваших видео со смартфона, нажав на соответствующую кнопку. Нам пока этого ничего не нужно, нажимаем на кнопку «Моя музыка». Ниже будет список аудиофайлов на вашем смартфоне. Если вы не видите какой-либо из файлов, нажмите на кнопку «Открывать» и поищите его в папках. Как только выберем нужную музыку, она появится на временной шкале. Если нажмем на «Файл», то активируются кнопки для редактирования. Укорачиваем, настраиваем громкость, усиление в начале, затухание в конце. Раскол нужен для обрезки в определенном интервале времени, а дублировать для повтора музыки в вашем видео. Если нажать на «Файл» и удержать, его с легкостью можно передвигать по временной шкале. Снова нажимаем галочки. При необходимости вставить в видео текст или стикер, нажимаем на соответствующую кнопку. Попадаем в единое для них меню. Выбираем текст, пишем его. Форматируем цвет, контур, тень, подложку, прозрачность, шрифт и эффект появления. Жмем галочку. Подбираем соответствующее место, двигая его по экрану. Изменяем размер стрелочки. На временной шкале передвигаем в нужный интервал времени, зажав так же, как и аудиофайл. Изменяем длину показа, двигая стрелки на файле. Здесь есть одно неудобство. Приложение не поддерживает копипаст и редактирование в середине текста. Поэтому, если вы сделали ошибку или хотите изменить слово в предложении, вам необходимо все стереть и набрать текст заново. Со стикерами все так же, как с текстом. Единственное, что можно добавить, вы можете использовать стикеры, скачанные с интернета, используя PNG-файлы с прозрачным фоном. Я именно так и делаю. На данной стадии ваш ролик почти готов. При желании можно отрегулировать цвет, контраст, насыщенность. Применить понравившийся фильтр или эффект, нажав на кнопку «Фильтр» в меню. Внимание! Здесь есть один секрет. Если вам уж очень понравился какой-то фильтр, и он платный, сейчас подскажу, как можно его использовать. Выберите бесплатный эффект. Левой рукой зажмите двойную галочку. Правой рукой прокрутите и выберите понравившийся фильтр. Зажмите его. Отпустите левую руку с двойной галочки. Появится кнопка «Применить ко всему». Отпустите правую руку с фильтра. Нажмите «Применить ко всему». Проверьте. Работает? А что так можно было, что ли? Перед сохранением вашего видео на телефон осталось избавиться от рекламного водяного знака InShot. Нажимаем на значок InShot. Выбираем «Бесплатно снять». Ждем, пока кончится реклама и закрываем его. Все. Ватермарк исчез. И так можно делать каждый раз. Дальше нажимаем на кнопку «Сохранить». Выбираем качество сохраняемого видео. Снова ждем, пока кончится реклама и закрываем ее. После конвертации выбираем, в какой социальной сети хотим поделиться нашим видео. Или ищем его на смартфоне в папке InShot. Хотя, как правило, он появляется в галерее сам. Надеюсь, вам все было понятно. И теперь вы с легкостью сможете сделать любой монтаж видео. Ну а если остались вопросы, пишите их в комментариях. Всегда постараюсь помочь. За мой труд при создании этого ролика ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие интересные видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все. Записывайте свои интересные видео. Монтируйте классные ролики. И делитесь ими в соцсетях. Удачи и 100 тысяч просмотров вам. Сдаются мне джентльмены, это была комедия. Субтитры сделал DimaTorzok